Глава оперативного управления безопасности Хамаса убит в ходе операции на территории больничного комплекса Шифа в Гази. Израиль подтвердил факт перестрелки на территории крупнейшей ванклаве клиники и гибель высокопоставленного боевика. При этом в Иерусалиме подчеркнули, операция была вызвана тем, что Хамас продолжил использовать инфраструктуру больницы в террористических целях, а террористы первыми открыли огонь по военным, вошедшим на территорию комплекса. Сегодня утром Цааль провел четкую операцию по пересечению терроризма в районе больницы Шифа. На кадрах видно, как террористы ведут огонь из глубины комплекса Шифа. Наши силы вступили в бой с террористами. Десятки террористов Хамаса задержаны. Подтверждаем, что Фаик Мабхоу, глава оперативного управления внутренней безопасности Хамаса, был убит. Он координировал террористическую деятельность Хамаса в секторе Газа. При этом подконтрольные Хамасу местные органы здравоохранения заявляют, что операция Цааля в Шифе, которая остается одним из немногих медицинских учреждений, все еще функционирующих на севере Анклава, привела к многочисленным жертвам и вызвала сильный пожар в одном из зданий. Рамала со своей стороны призывает международное сообщество осудить действия Израиля в Шифе и заставить Иерусалим отказаться от штурма Рафиаха. Это призыв к человечеству, к мировым лидерам во имя гуманности, демократии и международного права. Неужели ваши сердца не обливаются кровью из-за пустых желудков детей? Неужели ваши сердца не обливаются кровью при виде того, как люди погибают под гусеницами танков-оккупантов? Разве ваши бомбы не заставляют ваши сердца кровоточить, когда они падают, как дождь, а оккупационная армия сегодня совершает набег на больницу Аль-Шифа и убивает пациентов? Как долго вы будете стоять неподвижно на стороне Израиля преступного государства? Это последний призыв к человечеству со стороны Рафиаха. Рафиах – последнее место, ожидающее смерти. Спасите Рафиах и спасите то, что осталось от газы. Рафиах – привет. отношения с арабскими соседями. Нам нужно решение этого конфликта, который обеспечит устойчивую безопасность, долговременную безопасность. Устойчивая безопасность не будет исходить из более высоких стен или более глубоких рвов. Она придет из позитивной перспективы для обоих народов – израильтян и палестинцев. Перспектива будущего, в котором палестинцы могут ответственно заниматься своими делами, управлять собой. Сектор газа и западный берег принадлежат администрации палестинской автономии. Да, палестинскую автономию необходимо реформировать и укреплять, как с точки зрения личности, так и с точки зрения структуры. Самоуправление и палестинская государственность могут и должны быть разработаны для удовлетворения потребностей безопасности Израиля. Здесь нет никакого противоречия. Напротив, прочная безопасность для будущих поколений израильского народа заключается в решении вместе с палестинцами, а не против них. В конце концов, это означает решение путем переговоров на основе двух государств, а также включает в себя нормализацию отношений Израиля со всеми соседями, особенно с Саудовской Аравией. В Израиле на это замечают. О мире и добрососедстве можно говорить лишь при условии, что с территории сектора газа больше не будет исходить террористической угрозы, а для этого необходимо сначала покончить с Хамасом. Что касается штурма Рафиаха, то прежде чем начать операцию, Израиль позаботится о том, чтобы гражданское население было выведено из зоны боевых действий. «Наша цель по ликвидации оставшихся террористических батальонов в Рафиахе идет рука об руку с предоставлением возможности гражданскому населению покинуть Рафиах. Мы не будем удерживать население на месте. На самом деле мы сделаем прямо противоположное. Мы дадим им возможность уйти, потому что стремление сократить и свести к минимуму потери среди гражданского населения руководило нами и будет продолжать руководить нами в будущем». Впрочем, союзники Израиля считают, что правительство Мениамина Нетаньягу недостаточно занимается проблемами гражданского населения Газы. 27 министров иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Газе и санкции как против Хамаса, так и в отношении израильских поселенцев на западном берегу. Представители Евросоюза также обсудят соглашение об ассоциации между Содружеством и Израилем. К слову, Испания и Ирландия настаивают на его приостановке. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель пока не видит смысла в таком шаге, однако высказывает уверенность – ответственность за гуманитарную ситуацию в секторе Газа лежит на Израиле. «До войны Газа была величайшей тюрьмой под открытым небом. Сегодня это величайшее кладбище под открытым небом. Кладбище для десятков тысяч людей, а также кладбище для многих важнейших принципов гуманитарного права. Это печальная ситуация». Ранее Боррель прямо обвинил Израиль в провоцировании голода среди гражданского населения Газы. «Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как палестинцы умирают от голода. Вопрос в том, что мы будем делать. Потому что этот голод – это не стихийное бедствие, это не наводнение, не землетрясение. Он полностью рукотворен. Кем? Тем, кто препятствует гуманитарной помощи, поступающей в Газу. Отсутствие безопасности само по себе препятствует распределению поддержки и помощи. Но проблема в том, что на границе ждут сотни грузовиков, а те, кто контролирует границу, не позволяет им войти. Я осмелюсь сказать, да, Израиль провоцирует голод». Наблюдатели уверены, заявления Борреля и других представителей ЕС, позиции Вашингтона и визиты союзников Израиля на Ближний Восток – часть плана по принуждению Иерусалима к отказу от дальнейшего ведения боевых действий. Однако те, кто выступает за скорейшее прекращение огня и переводы решения конфликта в дипломатическое русло, избегают ответа на вопрос, какое место в этом регулировании отведено Хамасу и что помешает группировке, если ей удастся выжить, вернуться к террористической деятельности.